Первая Маковельская, глава шестая. Между тем царь Антиох, проходя верхнюю область, услышал, что есть в Персии город Елемаис, славящийся богатством серебром и золотом. И в нем храм весьма богатый, есть там золотые покровы, брони и оружие, которые оставил там Александр, сын Филиппа, царь Македонский, первый, воцарившийся над Еленами. И он пришел и старался взять этот город и ограбить его, но не мог, потому что намерение стало известно жителям города. Они поднялись против него войной, и он обратился в бегство и ушел оттуда с великой скорбью, чтобы отправиться в Вавилон. Тогда пришел некто к нему в Персию с известием, что ополчение, ходившее в землю Иуды, обращенное в бегство. Что Лисий ходил с сильным войском впереди всех, но был поражен иудеями, и они усилились и оружием, и войском, и многими добычами, которые взяли от пораженных ими войск. И что они разрушили мерзость, которую он воздвиг над жертвенником в Иерусалиме. А святилище по-прежнему обнесли высокими стенами, так же и в Вевсуру город его. Когда царь услышал слова сии, сильно испугался и встревожился, упал на постель, и впал в изнеможение от печали, что не сбылось так, как он желал. И много дней пробыл он там, ибо возобновлялась в нем сильная печаль, он думал, что умирает. И созвал он всех друзей своих, и сказал им, удалился сон от глаз моих, и я изнемог сердцем от печали. И сказал я в сердце моем, до какой скорби дошел я и до какого великого смущения, в котором нахожусь теперь. А был я полезен и любим во владышестве моем. Теперь же я воспоминаю о тех злодеяниях, которые я совершил в Иерусалиме, и как взял все находившиеся им золотые и серебряные сосуды, и посылал истреблять обитающих в Иудее напрасно. Теперь я познаю, что за это постигла меня эти беды, и вот я погибаю от великой печали в чужой земле. И призвал он Филиппа, одного из друзей своих, и поставил его правителем над всем царством своим. И дал ему в венец и царскую одежду свою и перстень, чтобы он руководил Антиоха, сына его, и воспитывал его для царствования. И умер царь Антиох в 149 году. Когда Лисий узнал, что царь умер, то поставил вместо него над царством сына его Антиоха, которого воспитывал с юности его, и назвал его именем Евпатора. Между тем, находившиеся в крепости, теснили Израиля вокруг святилища, и всегда старались сделать ему зло, а язычники — служить опорою. Тогда Иуда решил выгнать их и созвал весь народ, чтобы осадить их. Все собрались, осадили их в 150 году, и устроил он против них стрелометательные орудия и машины. Но некоторые из зажденных вышли, и к ним пристали некоторые из нечестивых израильтян. И пошли они к царю и сказали, «Да коли ты не сделаешь суда и не отомстишь за братьев наших, мы согласились служить отцу твоему, и ходить по заповедям его, и следовать по велениям его, а сыны народа нашего осадили крепость, и зато чуждаются нас, и кого из нас находят, умерщвляют, и имущество наше расхищают. И не на нас только, не на нас простерли они руки, но и на все пределы наши. И вот теперь осадили они крепость в Иерусалиме, чтобы овладеть ею, а свечилище и вевсуры укрепили. Если ты не поспешишь предупредить их, то они сделают больше этого, и тогда ты не в силах будешь удержать их». Услышав это, царь разгневался и собрал всех друзей своих, и начальника войска своего, и начальника конницы. Пришли к нему из других царств, из морских островов войска наемные. Так что число войск его было 100 тысяч пешек, 20 тысяч всадников и 32 слона, приученных к войне. И прошли они через Удумею, и расположились станом против вевсуры, и сражались много дней и устроили машины. Но те сделали вылазку и сожгли их огнем. И сразились мужественно. После сего Иуда отступил от крепости и расположился станом вевсахаре против стана царского. Царь же, встав рано утром, поспешно отправился с войском своим по дороге к вевсахаре. И приготовили войска к сражению, и затрубили трубами. Слонам показывали кровь винограда и тутовых ягод, чтобы возбудить их к битве. И разделили этих животных на отряды и приставили к каждому слону по тысячам ужей в железных кольчугах и с медными шлемами на головах. Сверх того по 500 отборных всадников назначено было к каждому слону. Они становились заблаговременно там, где был слон. И куда он шел, шли они вместе, не отступая от него, не отставая. Притом на них были крепкие деревянные башни, прикрывавшие каждого слона, укрепленные на них помочами. И в каждой из них по 30 по два сильных мужей, которые сражались на них и при слоне индеец его. А остальных же всадников расставляли здесь и там на двух сторонах ополчения, чтобы подавать знаки и подкреплять в тесных местах. Когда солнце блеснуло на золотых и медных щитах, то заблистали от них горы и светились, как огненные светильники. Одна часть царского войска протянута была по высоким горам, а другие по низменным местам и шли они твердо и стройно. И смутили все, слышавшие шум множества их и шествие такого полщища и стук оружий, ибо войско было весьма великое и сильное. И вступил Иуда в войско и войско его в сражение, и пали за ополчение царского шестьсот мужей. Тогда Илиазар, сын Сафрана, увидел, что один из слонов покрыт броней царской и превосходил всех. И казалось, что не был, на нем был царь, и он предал себя, чтобы спасти народ свой и приобрести себе вечное имя. И смело побежал к нему в середину отряда, поражая направо и налево, и расступались от него и в ту в другую сторону. И подбежал он под того слона, лег под него и убил его, и пал на него слон на землю, и он умер там. Но увидев силу царского ополчения и стремительность войск, иудеи уклонились от них. Царские же войска пошли против них на Иерусалим. Царь направил войска на Иудею и на гору Сион. И заключил он мир с бившими Вевсури, которые вышли из города, ибо не было у них продовольствия, чтобы держаться в нем и в осаде, потому что был субботний год на земле. И овладел царь Вевсури и оставил в ней стражу, чтобы стеречь ее. Потом много дней осаждал святилище и поставил там стрелометательные орудия и машины, и огнеметательные, и камнеметательные, и копьеметательные, чтобы бросать стрелы и камни. Но иудеи устроили машины против их машины и сражались много дней. Сестных же припасов не достало в хранилищах, потому что был седьмой год, и искавшие в Иудее безопасность от язычников и сдержали остатки запасов. И осталось в присвятилище немного мужей, ибо одолел их голод, и разошлись каждый в свое место. Услышали, что Филипп, которому царь Антиоха еще при жизни поручил воспитывать сына своего Антиоха для царствования, возвратился из Персии и Мидии, и с ним ходившие с царем войска, и что он домогается принять на себя дела царства, почему поспешно пошел и сказал царю, начальникам войска и вельможам, мы каждый день терпим недостаток и продовольствия, у нас мало, а место, осаждаемое нами крепко, между тем лежит на нас по печени о царстве. Итак, подадим правую руку этим людям и заключим с ними мир и со всем народом их, и предоставим им поступать по законам их, как прежде, ибо за свои законы, которые мы отменили, они раздражились и сделали все это. И угодно было это слово царю и начальникам, и послал он к ним, чтобы заключить мир, что они и приняли. И клялся им царь и начальники, после сего они вышли из крепости. И взошел царь на гору Сион и осмотрел укрепленные места, пренебрег клятвой, которой клялся, и велел разорить стены кругом. Потом поспешно отправился и, возвратившись в Антиохию, он нашел, что Филипп владеет городом, вступил с ним в сражение и силою взял город. 1 Маковельская, глава 7 В 151 году вышел из Рима Дмитрий, сын Селевка, и с немногими людьми вошел в один приморский город и там воцарился. Когда же он входил в царственный дом отцов своих, войско схватило Антиоха и Лисия, чтобы привезти их к нему. Это стало известно ему, и он сказал, не показывайте мне лиц их. Тогда воины убили их, и воссел Дмитрий на престоле царства своего. И пришли к нему все мужи беззаконные, нечестивые из израильтян, и Алким, предводитель Салаими, домогая священству. И обвиняли они перед царем народ, говоря, погубил Иуда и братья его, друзей твоих, и нас выгнали из земли нашей. Итак, пошли теперь мужа, кому ты доверяешь. Пусть он пойдет и увидит все разорение, которое они причинили нам и стране царя. И пусть накажет их и всех помогающих им. Царец брал Вакхида из друзей царских, который управлял по ту сторону реки. Был велик в царстве и верен царю. И послал его и нечестивого Алкима, предоставив ему священство, и повелел ему сделать отмщение сынам Израиля. Они отправились и пришли в землю иудейскую с большим войском. И он послал к Иуде и братьям его послов с мирным, но коварным предложением. Но они не вняли словам их, ибо видели, что они пришли с большим войском. К Алкиму же и Вакхиду сошлись в собрание книжников искать справедливости. Первые сынов Израилю были Осидеи, они искали у них мира. Ибо говорили, священник от племени Аарона пришел вместе с войском, и не обидит нас. И он говорил с ними мирно, и клялся им, и сказал, мы не сделаем зла вам и друзьям вашим. И они поверили ему, а он захватил из них шестьдесят мужей, умертвил их в один день, как сказано в Писании. Тела святых твоих и кровь их пролили вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их. И напал от них страх и ужас на весь народ, и говорили, нет в них истинной правды, ибо они нарушили постановление и клятву, которую клялись. Тогда Вакхид отступил от Иерусалима и расположился станом при Визефе. И послав, поймал многих избежавших от него мужей и некоторых из народа, заколол и бросил их в глубокий колодец. Потом, поручив страну Алкиму и оставив с ним войско на помощь ему, Вакхид отправился к царю. Алким же домокался первосвященством, и собрались к нему все возмущавшие народ свой, и овладели землей иудейской, и произвели великое поражение у Израиля. И увидел Иуда все зло, какое причинил Алким со своими сообщниками сынам Израилевым, больше, нежели язычники. И, обойдя все пределы иудеи, сделал отмщение отступникам, и они перестали входить в эту страну. Когда же Алким увидел, что Иуда и находившиеся с ним усилились, и понял, что не может противиться им, возвратился к царю и жестоко обвинял их. Тогда царь послал Никанора, одного из славных вождей своих, ненавистника и враждебного Израилю, и приказал ему истребить этот народ. Никанор, придя в Иерусалим с большим войском, послал к Иуде и братьям его, коварно, со словами мирными. «Да не будет войны между мной и вами. Я войду с немногими людьми, чтобы видеть лица ваши в мире». И пришел он к Иуде, и приветствовали они друг друга мирно, а между тем воины были приготовлены схватить Иуду. Иуде сделали сизвешным, что он пришел к нему с коварством, поэтому он убоялся его и не хотел более видеть лица его. Когда Никанор узнал, что умысел его открылся, вышел против Иуда на сражение близ Хавар-Салама. И пало из бывших при Никаноре около пяти тысяч мужей, а проще убежали в город Давидов. После того Никанор взошел на гору Сион, и вышли из святилища некоторые из священников и старейшие народа, чтобы мирно приветствовать его и показать ему все сожжения, приносимые за царя. Но он осмеял их, надругался над ними и осквернил их, и говорил высокомерно. И поклявшись с гневом, сказал, «Если не предан будет ныне Иуда и войско его в мои руки, то когда возвращусь благополучно, сожгу дом усей». И ушел с великим гневом. А священники вошли и стали перед лицом жертвенника и храма, заплакали и сказали, «Ты, Господи, избрал дом сей, чтобы на нем нарицалось имя Твоем, и чтобы он был домом молитвы и моления для народа Твоего. «Сделай отмщение человеку сему и войску его, и пусть падут они от меча, вспомни злохуление их и не дай им оставаться долю». И вышел Никанор из Иерусалима и расположился Астаном при Вифароне. И пристало к нему здесь войско сирийское, а Иуда с тремя тысячами мужей расположился Астаном при Адасе. И помолился Иуда и сказал, «Господи, когда посланные царя сирийского произносили злохуление, то пришел ангел Твой и поразил из них сто восемьдесят пять тысяч. Так сокруши ныне перед нами сие полщище, да познает проще, что они произносили хулу на святыне Твоей, и суди их по злобе их». И вступили войска в сражение в тринадцатый день месяца Адара, и разбито было войско Никанора, и он первый пал в сражении. Когда же воины его увидели, что Никанор пал, то, побросав оружие свое, обратились в бегство. И преследовали их израильтяне целый день, от Адаса до самой Газиры, и трубили вслед их вестовыми трубами. И выходили из всех окрестных селений иудейских, и окружали их, и они, оборачиваясь к преследовавшим их, все пали от меча, и ни одного не осталось из них. И взяли иудеи добычи их, и, награбленные ими, отрубили голову Никанора и правую руку его, которую он простирал надменно, и принесли и повесили перед Иерусалимом. Народ весьма радовался и провел тот день, как день великого веселья. И установили ежегодно праздновать этот день тринадцатого числа Адара. И успокоилась земля иудейская на некоторое время. Первая Маковейская, глава восьмая Иуда, услышав о славе римлян, что они могущественны и сильны, и благосклонно принимают всех обращающихся к ним, и кто не приходил к ним, со всеми заключили они дружбу. И что они могущественны и сильны, рассказывали им о войнах их и о мужественных подвигах, которые они показали над галатами, как они покорили их и сделали данниками. Также о том, что сделали они в стране испанской, чтобы овладеть находящимися там серебряными и золотыми рудниками. И своим благоразумием и твердостью овладели всем краем, хотя этот край весьма далеко отстоял от них, равно от царя, которые приходили против них от концов земли. И они сокрушили их и поразили великим поражением, а прочие платят им ежегодно дань. Они также сокрушили на войне и покорили себе Филиппа и Персея, царя Китийского и других восставших против них. И Антиоха, великого царя Азии, который вышел против них на войну со ста двадцатью слонами, и с конницей, и колесницами, и весьма многочисленным войском, и был разбит ими. Они взяли его живого и заставили платить им великую дань, как его, так и следующих после него царей, дать заложников и допустить раздел. А страну индийскую, Эмидии, Элидии и другие из лучших областей его, взяв от него, отдали царю Евмению. И о том, как елены вознамерились прийти и истребить их. Но это намерение сделалось им известным, и они послали против них одного военачальника и воевали против них. И много из них пало пораженных, и взяли в плен жены их и детей их, и разграбили их, и овладели их землей, и разорили крепости их, и поработили их до сего дня. И другие царства и острова, которые когда-либо восставали против них, они разоряли и поработили. А с друзьями своими и с доверившимся им они сохраняли дружбу, и овладели царствами ближними и дальними. И все, слышавшие имя их, боялись их. Если захотят кому помочь и кого воцарить, те царствуют. И кого хотят, сменяют, и они весьма возвысились. Но при всем том, никто из них не возлагал на себя венца, и не облекался в порфиру, чтобы величаться ею. Они составили у себя совет, и постоянно, каждый год, 320 человек совещаются обо всем, что относится до народа и благоустроения его. И каждый год одному человеку вверяют они начальство над собой и господство над всей землей. И все слушают одного, и не бывает ни зависти, ни ревности между ними. Тогда избрал Иуда, Евполема, сына Иоаннова, сына Аккосова и Иосона, сына Илиазарова, и послал их в Рим, чтобы заключить с ними дружбу и союз. И чтобы они сняли с них Иго, ибо они видят, что Еленское царство хочет поработить Израиля. Итак, они отправились в Рим, хотя путь был очень долгий. И вошли в собрание совета, и приступив, сказали. Иуда Макове и братьевы, и весь народ иудейский послали нас к вам, чтобы заключить с вами союз и мир, и чтобы вы вписали нас в число соратников и друзей ваших. И угодно было это слово перед ними. И вот список того послания, которое написали они в ответ на медных досках и послали в Иерусалим, чтобы оно служило для них там памятником мира и союза. Благо да будет римлянам и народу иудейскому на море и на суше навеки, и меч, и враг да будут далеко от них. Если же настанет война прежде у римлян или у всех союзников их, во всем владении их, то народ иудейский должен оказать им всем сердцем помощь в войне, как потребует того время. И воюющим они не будут ни давать, ни доставлять ни хлеба, ни оружия, ни денег, ни кораблей, ибо так угодно римлянам. Они должны исполнять обязанность свою, ничего не получая. Точно так же. Если прежде случится война у народа иудейского, римляне от души будут помогать им в войне, как потребует того время. И помогающие войне не будут давать ни хлеба, ни оружия, ни денег, ни кораблей так угодно Риму. Они должны исполнять свои обязанности и без обмана. На таких условиях заключили римляне союз с народом иудейским. Если же после всех условий те и другие надумают, что-нибудь прибавить или убавить, пусть сделают это по их общему произволению. И то, что они прибавят или убавят, будет иметь силу. А о том зле, какое делает иудеям царь Дмитрий, мы написали ему так. Для чего ты наложил тяжкое твое иго на друзей наших и союзников и иудеев? Если они еще раз обратятся к нам с жалобой на тебя, то мы окажем им справедливость и будем воевать против тебя на море и на суше. Первая Макавейская, глава 9. Когда Дмитрий услышал, что Никанор и воины его упали в сражение, послал Вакхида и Алкима во второй раз в землю иудейскую, и правое крыло с ними. И отправились они по дороге в Галгал и расположились станом при Месолофе, что в Орвилах. И, овладев им, погубили множество людей. В первом месяце 152 года расположились они станом у Иерусалима. Но снялись и пошли к Вереи с двадцатью тысячами мужей и двумя тысячами конницы. А иуда расположился страном при Ильясе и три тысячи избранных мужей с ним. Но увидев множество в войсках, как оно многочислено, они весьма устрашились, и многие из стана его разбежались, и осталось из них не более восьмисот мужей. Когда увидел Иуда, что разбежалось ополчение его, и война тревожила его, он смутился сердцем, потому что не имел времени собрать их. Он опечалился и сказал оставшимся, встанем и пойдем на противников наших. Может быть, мы в силах будем сражаться с ними. Но они отклонили его и говорили, мы не в силах, но будем теперь спасать жизнь нашу. И потом возвратимся с братьями нашими, и тогда будем сражаться против них, а теперь нас мало. Но Иуда сказал им, нет, да не будет этого со мной, что убежать от них. А если пришел час наш, то умрем мужественно за братьев наших, и не оставим нарекания на славу нашу. И двинулась войска из стана и стала против них, и разделилась конница на две части, а впереди войска шли прачники и стрельцы, и все сильные передовые воины. Вакхит же находился на правом крыле, и приближались отряды с обеих сторон, и трубили трубами. Затрубили трубами и бывшая с Иудою. И поколебалась земля шума войск, и было упорное сражение от утра до вечера. Когда увидел Иуда, что Вакхит и крепчайшая часть его войска находятся на правой стороне, то собрались к нему все храброе сердце, и разбито ими правое крыло, и они преследовали его до горы Азота. Когда, находившись на левом крыле, увидели, что правое крыло разбито, то обратились вслед за Иудою и бывшими с ним с тыла. И сражение было жестоко, и много пало пораженных с той и другой стороны. Пало Иуда, а прочие обратились в бегство. И взяли Анафан и Симон Иуду, брата своего, и похоронили его во гробе отцов его в Мадине. И оплакивали его, и рыдали о нем сильно все израильтяне, и печалились много дней, и говорили, как пал сильный, спасавший Израиля. Проще же дела Иуды, и сражения, и мужественные подвиги, которые совершил он. И величия его не описано, ибо их было весьма много. По смерти же Иуды, во всех пределах израильских, явились люди беззаконные, и поднялись все делатели неправды. В те самые дни был очень сильный голод, и страна пристала к ним. И выбрал в Ахид нечестивых мужей, и поставил их начальниками страны. Они разведывали и разыскивали друзей Иуды, и приводили их к Вакхиду. А он мстил им и издевался над ними. И была великая скорбь в Израиле, какой не было с того дня, как не видно стало у них пророка. Тогда собрались все друзья Иуды и сказали Иоаннафану, «С того времени, как скончался брат твой Иуда, нет подобного ему мужа, чтобы выйти против врагов Ивакхиды и против ненавистников нашего народа. Итак, теперь мы тебя избрали быть нам вместо него начальником и вождем, чтобы вести войну нашу». И принял Иоаннафан в то время предводительство и стал на место Иуды брата своего. И узнал о том Вакхид и искал убить его. Об этом узнали Иоаннафан и Симон, брат его. И все бывшие с ними убежали в пустыню Фикое и расположились в станом при водах озера Асфар. Вакхид, узнав тот же субботний день, переправился сам и все войско его за Иордан. А Иоаннафан отправил брата своего, предводителя народа, и просил друзей своих, новотеев, чтобы сложить у них большой запас свой. Но вышли из Медавы сыны Иоаннри и схватили Иоанна и все, что он имел, и ушли. После сих происшествий сказали Иоаннафану и Симону брату, что сыны Иоаннри торжественно совершают знатный брак, и провожают из Надавафа с великой пышностью невесту, дочь одного из знатных вельмож хананейских. Тогда вспомнили они об Иоанне, братья своем, и вышли, и скрылись под кровом горы. Подняв глаза свои, они увидели, вот восклицание и большое преданное. Навстречу вышел жених и друзья его, и братья его с темпанами, и музыкою, и со многими оружиями. Тогда бывшие с Иоаннафаном поднялись на них из засады и побили их, и много пало пораженных, а остальные убежали на гору, и взяли они всю добычу их. И обратилось брачное торжество в печаль, и звук музыки их в плащ. Так отмстили они за кровь брата своего, и возвратились к болотистому месту Иордана. И услышал об этом Вахид, и в день субботний пришел к берегам Иордана с большим войском. Тогда сказал Иоаннафан бывшим с ним, встанем теперь и сразимся за жизнь нашей, ибо ныне не то, что вчера и третьего дня. Вот неприятели спереди нас и сзади нас, вода Иордана стоит с другой стороны, и болото, и лес, и нет места, куда уклониться. Итак, теперь воззовите на небо, чтобы избавиться нам от руки врагов наших. И началось сражение. И простер Иоаннафан руку свою, чтобы поразить Ватхида, но тот уклонился от него назад. И бросился Иоаннафан и бывшая с ним в Иордан, и переплыли на другой берег, а те не перешли за ними Иордана. И пало у Ахида в тот день до тысячи мужей. И возвратился он в Иерусалим и построил в Иудее крепкие ворота, крепость в Иерихоне, в Мауме, и Вифарон, и Вифиль, и Фамнафу, и Фарафоне, и Тифон с высокими стенами, воротами и запорами. И поставил в них стражу, чтобы враждебно действовать против Израиля. Укрепил та же город Вифсури, и Газару, и крепость, и оставил в них войско со стесными запасами. И взял в заложники сыновей вождей страны и поместил их в Иерусалимской крепости под стражей. В 153 году, во втором месяце, Алким велел разорить стену внутри него двора храма и разрушить дело пророков, и уже начал разрушение. Но в то самое время Алким поражен был ударом, и остановились предприятия его. Уста его сомкнулись, он онемел, и не мог более вымолвить ни одного слова и завещать о доме своем. И умер Алким в то же время в тяжких мучениях. Когда Вакхид узнал, что Алким умер, возвратился к царю, и земля иудейская два года оставалась в покое. Тогда все беззаконники совещались и говорили, вот Иоаннафан и находящиеся с ним живут безопасно в покое. Приведем теперь Вакхида, и он схватит всех их в одну ночь. Пошли и предложили ему такой совет. Он решился идти с большим войском и послал тайно письма всем союзникам своим, которые находились в иудее, чтобы они схватили Иоаннафана и находящихся с ним. Но они не могли, потому что замысел их сделался известен им. И поймали они из мужей страны виновников этого злодейства, до пятидесяти человек, и убили их. После всего удалились Иоаннафан и Симон и бывшие с ними в Вефасе, что в пустыне, и возобновили разрушенное там и укрепили город. Узнав об этом, Ваххид собрал все войско свое, известив и тех, которые находились в иудее. И пришел, осадил Вефаси, и сражался против него много дней и устроил машины. И Иоаннафан же оставил в городе Симона брата своего, а сам вышел в страну и вышел с небольшим числом. И поразил Одаорина и братьев его и сыновей Фасирона в шатрах их, и начал поражать и наступать с силою. Тогда и Симон, и бывшие с ним выступили из города и сожгли машины. И сражались против Ваххида, и он был разбит ими. Этим они сильно опечалили его, потому что замысел его и поход остался тщетин. Сильно разгневался он на мужей беззаконных, которые присоветовали ему идти в эту страну, и многих из них умертвил и решился возвратиться в землю свою. Узнав об этом, Иоанн послал к нему старейшин, чтобы заключить с ним мир, и чтобы он отдал пленных. Он принял это и сделал, по словам его, и поклялся не причинять ему никакого зла во все дни жизни своей. И отдал ему пленных, которых прежде взял в плен в земле иудейской. И возвратился в землю свою, и не приходил более в пределы их. И унялся меч в Израиле, и поселился Иоаннафан в Махмасе. И начал Иоаннафан судить народ, и истребил нечестивых из среды Израиля. 1 Маковейская, глава 10. В 160 году выступил Александр, сын Антиоха и Эпифана, и овладел Птолемаидаю. И приняли его, и он воцарился там. Когда услышал о том царь Дмитрий, собрал весьма многочисленные войска, и вышел против него на войну. И послал Дмитрий письмо Иоаннафану с мирным предложением, как бы желая возвеличить его. Ибо говорил, предупредим заключить с ним мир, прежде нежели он заключит с Александром против нас. Тогда он припомнит все зло, которое мы сделали против него, и братьев его, и народа его. И он дал ему власть набирать войско, и приготовлять оружие, чтобы быть союзником его. И велел отдать ему заложников, которые находились в крепости. Иоаннафан пришел в Иерусалим, и прочитал письмо вслух всего народа и бывших в крепости. И убоялись великим страхом, услышав, что царь дал ему власть набирать войско. А бывшие в крепости выдали Иоаннафану заложников, и он возвратил их родителям их. И жил Иоаннафан в Иерусалиме, и начал строить и возобновлять город. И сказал производившим работы, чтобы они строили стены вокруг горы Сиона, для твердости, из четырехугольных камней. И делали так. Тогда и наплеменные, бывшие в крепостях, построенные Хвакхидом, бежали. Каждый оставил свое место и ушел в свою землю. Только в Ивсурии остались некоторые из тех, которые оставили законы и заповеди. Ибо это место служило для них убежищем. И услышал царь Александр о тех обещаниях, какие Дмитрий послал Иоаннафану. И рассказали ему о воинах и храбрых подвигах, которые совершил Иоаннафан и братья его. И о трудностях, понесенных ими. Тогда он сказал, найдем ли мы еще такого мужа, как этот. Сделаем же его нашим другом и союзником. И написал и послал ему письмо в таких словах. Царь Александр, брату Иоаннафану, радоваться. «Услышали мы о тебе, что и ты муж крепкой силы и достойный быть нашим другом. Итак, мы постановляем тебя ныне первосвященником народа твоего, и ты будешь именоваться другом царя». Он послал ему порфиру и золотой венец. «И будешь держать нашу сторону и хранить дружбу с нами». И облегся Иоаннафан в священную одежду в седьмом месяце 160-го года в праздник Кущи. И собрал войско и заготовил множество оружия. Услышал об этом Димитрий. И огорчился и сказал, что это мы сделали, что Александр предупредил нас заключить дружбу с иудеями и подкрепление себе. «Напишу и я им слова приветствия, восхваления и обещания, что были они в помощь мне». И послал им письмо в таких словах. «Царь Димитрий, народу иудейскому, радоваться». «Слышали мы и радовались, что вы сохраняете договоры наши, пребываете в дружбе с нами и не склоняйтесь к врагам нашим. Продолжайте и ныне сохранять верность к нам, и мы воздадим вам добром за то, что вы делаете для нас. «Сделаем вам многие уступки и дадим вам дары. Ныне же разрешаю вас и освобождаю всех иудеев от податей и пошлины с соли и свинцов. И за третью часть семян и половинную часть древесных плодов, принадлежащую мне. Отныне и впредь я отменяю брать земли иудейской из трех областей, присоединенных к ней от Самарии и Галилеи, от нынешнего дня и на вечные времена. «Иерусалим да будет священным и свободным, и пределы его – десятины и доходы его. Предоставляю ей власть над крепостью иерусалимскую, и даю право первосвященнику поставить в ней людей, каких он сам изберет для охранения ее. И всякого человека из иудеев, взятого в плен из земли иудейской, во всем царстве моем, отпускаю на свободу даром. Пусть все будут свободны от повинности за себя и за скот свой. Все праздники и субботы и новомесячи, и дни установлены, три дня перед праздником и три дня после праздника, «Все эти дни пусть будут днями льготы и свободы всем иудеям, находящимся в моем царстве. Никто не будет иметь право притеснять и отягощать кого-нибудь из них ни по какому делу. И пусть из иудеи записываются в царские войска до 30 тысяч человек, и им будет даваться жалование наравне со всеми войсками царскими. И из них да будут поставляемы начальствующие над большими крепостями царскими. Из них же да будут поставляемы и над делами царства, требующему верности. И их представники и начальники да будут из них же. И пусть они живут по своим законам, как повелел царь в земле иудейской. И три области, присоединяемые к иудее от страны Самарийской, пусть останутся присоединенными к иудее, чтобы считать сей бытием за одну и не подлежать другой власти, кроме власти первосвященника. Птолемаиду с округом ее я отдаю в дар святилищу в Иерусалиме на издержки, потребные для святилища. Я же даю ежегодно 15 тысяч сиклей серебра из царских сборов, подлежащих мест. И все остальное, чего они отдали заведующие сборами, как в прежние годы, отныне будут отдавать на работы храма. Сверх того, 5 тысяч сиклей серебра, которые брали от доходов святилища из ежегодного сбора, и те уступаются, как принадлежащие служащим священникам. И все, которые убегут в храм Иерусалимский во все пределы его, по причине повинности царских и всех других, пусть будут свободны со всем, что принадлежит им в царстве моем. И на строение и возобновление святилища издержки будут выдаваемы из сборов царских, и на построение стен Иерусалима и укрепление их вокруг издержки будут выдаваемы из доходов царских, и также на построение стен в Иудее. Иоаннафан и народ, выслушав эти слова, не поверили им и не приняли их, ибо вспомнили о тех великих бедствиях, которые нанес Димитрий израильтянам, жестоко притеснив их. И предпочли союз с Александром, ибо он первый сделал им мирные предложения, и помогали ему в войнах во все дни. Царь Александр собрал большое войско и ополчился против Димитрия. И вступили два царя в сражение, и войско Димитрия обратилось в бегство. Александр преследовал его и превозмог. И весьма настоящее продолжал сражение до самого захождения солнца, и пал Димитрий в этот день. После того Александр отправил послов к Птолиламею, к царю египетскому, с такими словами. «Я возвратился в землю царства моего и воссел на престоле отцов моих, принял верховную власть, сокрушил Димитрия и стал обладателем страны нашей. Я вступил с ним в сражение, и он разбит нами и войско его, и воссели мы на престоле царства его. Итак, заключим теперь дружбу между нами, и ты дай мне дочь твою, жену, и я буду для тебя зятем, и дам тебе и ей дары, достойные тебя». И отвечал царь Птоломей так. «Счастлив день, в который ты возвратился в землю отцов твоих и воссел на престоле царства их. «Ныне я исполню для тебя то, о чем ты писал. Только ты выйди ко мне в Птолемаиду, чтобы нам видеть друг друга, и я породнюсь с тобой, как ты сказал». И отстраивался Птоломей из Египта, сам и Клеопатра, дочь его, и прибыли в Птолемаиду в 162 году. «Царь Александр встретил его, и он выдал за него Клеопатру дочь свою, и устроил брак ее в Птолемаиде, как прилично царям с великой пышностью. Писал также царь Александр Иоаннафану, чтобы он вышел к нему навстречу. И отправился Иоаннафан к Птолемаиду с пышностью, и представлялся обоим царям, и одарил их и приближенных их серебром и золотом и многими дарами, и приобрел благоволение их. И собрались против него мужи зловредные из среды Израиля, мужи беззаконные, чтобы оклеветать его, но царь не внял им. И повелел царь снять с Иоаннафана одежды его и облечь его в порфиру, и сделали так. И посадил его царь с собой и сказал своим правителям, «Выйдите с ним на средину города и прогласите, чтобы никто не смел клеветать на него, ни в каком деле, и никто не тревожил его никаким делом». Когда клеветники увидели славу его, как он был провозглашаем и как облечен в порфиру, все разбежались. Так прославил его царь и вписал его в число первых друзей, и назначил его начальником и областным правителем. И возвратился Иоаннафан в Иерусалим с миром и весельем. Но в 165 году пришел искрита Дмитрий, сын Дмитрия, в землю отцов своих, услышав о том, что царь Александр весьма огорчился, и возвратился в Антиохию, и поставил Дмитрия начальником Аполлония правителя Келесирии, и он собрал большое войско, и расположился станом при Ямне, и послал первосвященнику Иоаннафану сказать, «Ты только один превозносишься над нами. Я же подвергся осмеянию и пострамлению через тебя. Зачем ты противостоишь нам в горах? Если ты надеешься на твои военные силы, то сойди к нам на равнину, и там мы померяемся, ибо со мной войско городов. Спроси и узнай, кто я и прочие помогающие нам, и скажет тебе, «Невозможно вам устоять перед лицом нашим, ибо дважды обращены были в бегство отцы твоей в земле своей. И ныне ты не можешь устоять против такой конницы, такого войска на равнине, где нет ни камней, ни ущелья, ни места для убежища». Когда Иоаннафан выслушал эти слова Аполлония, то подвигся духом, избрав десять тысяч мужей, вышел из Иерусалима, и брат его Симон сошелся с ним на помощь ему, и расположился станом при Иопии. Но не впустили его в город, ибо в Иопии была стража Аполлония, и они начали воевать против нее. Тогда устрашенные жители отворили ему город, и Иоаннафан овладел Иопией. Услышав о всем, Аполлоний взял три тысячи конниц и большое войско, и пошел в Азот, как бы делая переход, а между тем прошел на равнину, ибо имел множество конниц, и надеялся на нее. Иоаннафан же преследовал его до Азота, и вступили войска в сражение. Между тем Аполлония оставил тысячу всадников в скрытом месте позади их, но Иоаннафан узнал, что есть засада сзади него, и обступили войско его, и бросали в народ стрелы с утра до вечера. Народ же стоял, как приказал Иоаннафан, наконец всадники утомились. Тогда Симон подвел войско свое и напал на отряд, ибо всадники изнемогли, и были разбиты им, и обратились в бегство. И рассеялись всадники по равнине, и убежали в Азот, и вошли в Беддагон, капище их, чтобы спастись. Но Иоаннафан сжег Азот и окрестные города, и взял добычу их, и капище Дагона, с убежавшими в него, сжег огнем. И было павших от меча с сожженными до восьми тысяч мужей. Отправившись оттуда, Иоаннафан расположился станом против Аскалона. Но жители города вышли к нему на встречу с великой почестью. И возвратился Иоаннафан со всеми бывшими при нем в Иерусалим, имея при себе много добычи. Когда царь Александр услышал о сих событиях, то вновь почтил Иоаннафана, и послал ему золотую пряжку, какая по обычаю давалась царским родственникам, и подарил ему корон, и всю область его, и наследственное владение. Иоаннафан Иоаннафан